Мария Кузнецова, Белгород Мария Зубюк, Горно-Алтайск Мария Засорина, Барнаул Елена Рошаль, Ярославль Город Уфа Вячеславов, Санкт-Петербург Ксанат Стояновская, Сочи Дарья Норкина, Тюмень Анжелика Бамитун, Симферополь Дия Найденова, Воронеж Наталья Самилык, Северофинск Елена Бойко, Хабаровск Владислава Евтушенко, Чита Ичук, Екатеринбург Виктория Романова Виктория Романова Пустые перроны А ноги несут Виктория Романова Виктория Романова Виктория Романова Виктория Романова Виктория Романова Виктория Романова Владислава Евтушенко Елена Рошаль Виктория Романова Мария Тугускина Виктория Романова Елена Бойко И кто бы вы думали становится 10-й финалисткой национального конкурса «Мисс Россия-2015»? И ей становится Анастасия Найденова. И давай сделаем пару шагов вправо, просто чтобы открыть всех девушек, которые стоят за нашим спортом. Ну вот они перед вами, десятка финалисток и вполне заслуженные аплодисменты зала всем. Мне кажется, бурные аплодисменты, друзья. Это самый горячий выход. Ну что же, напряжение нарастает с каждой секундой. И из 50 конкурсантов, друзья, именно вы выбрали десятку сил. Нажимайте на кнопки, отправляйте смс. Меня зовут Рошаль Елена, я из города Ярославль. Все девушки по-своему хороши, и в каждой есть своя изюминка. Но я должна выиграть конкурс «Мисс Россия», потому что девушка должна быть не только красивой, а также умной и талантливой. Здравствуйте, меня зовут Екатерина Феоктистова, я приехала из города Челябинск. Я всегда ставлю перед собой цели и добиваюсь их, и иду всегда вперед. И независимо от различных жизненных ситуаций, я беру от жизни только самое лучшее, позитивное. Здравствуйте, меня зовут София Никитчук, и я представляю город Екатеринбург. Я целеустремленная, но не упрямая, уверена в себе, но объективная. Перфекционистка во всем, что касается учебы и знаний. Здравствуйте, меня зовут Норкина Дарья, и я представляю город Тимень. Я занимаюсь созданием эксклюзивных аксессуаров и дизайном одежды. Именно в этом русле я бы хотела выработать свой почерк, особенный стиль, который будет отличать меня от других. Здравствуйте, меня зовут Тугускина Мария, и я представляю Амурскую область. Участие в конкурсе – это не развлечение, а колоссальный труд и работа над собой. Несмотря на хрупкую внешность, я обладаю внутренним стержнем, упорством и стойкостью. И эти качества обязательно помогут мне победить в конкурсе. Здравствуйте, меня зовут Бойко Елена, и я представляю столицу Дальнего Востока, город Хабаровск. Я желаю стать примером для молодых, активных, целеустремленных и перспективных людей, которые верят в свою мечту и смело идут к ней навстречу. Несмотря на свой юный возраст, я являюсь участницей конкурса красоты «Мисс Россия-2015». Меня зовут Матвеева Елизавета, и я представляю город Таганрог. Именно я должна стать «Мисс Россия-2015», потому что моя внешность подходит для этого. Я очень добрая, отзывчивая и милая. Здравствуйте, меня зовут Владислава Евтушенко, и я представляю Забайкальский край, город Чита. Потому что я, как и Россия, готова сделать шаг вперед, к успеху. Я готова трудиться для этого. Я хочу, чтобы при слове «Забайкалье» люди могли сказать, «А, это оттуда приехала самая красивая девушка страны, и я сделаю все для этого, чтобы добиться своей цели. Иначе зачем я здесь?» Здравствуйте, меня зовут Надёна Анастасия, и я представляю город Воронеж. «Мисс Россия» — это уникальная возможность примножить свои таланты, развить и обогатить внутренний мир. Победа в этом конкурсе поможет мне реализовать себя и стать лучшим. «И в живую посиди со мной, поговори со мной, и многоточи больше мне». И, конечно же, удачи этим невероятным красоткам. «И в живую посиди со мной, и многоточи больше мне». Наверное, человек теряет детскую наивность, доверчивость. Вот. Ну, мне кажется, у вас всё в порядке, кстати. Спасибо, спасибо. Всё, не переживайте. Здравствуйте, дамы и господа. Очень интересный вопрос. Я старалась. Знаете, я считаю, чтобы сделать мир лучше, нужно начинать с самого себя. Делать себя лучше. А о том, как сделать мир лучше глобальнее, я думаю, написано уже очень много книг. От кого будем избавляться, Даша? Если начинать с себя, я боюсь представить, Даша. Давайте будем избавляться от зла, от войны, от оружия. Браво. Ну что ж, прекрасный ответ. Прекрасный ответ. Спасибо за ответ. Ну, скажу его я. Вот как вам лично кажется, социальные сети, интернет, они объединяют людей или, наоборот, отдаляют их друг от друга? Добрый вечер, дамы и господа. Здравствуйте, уважаемая жюри. По моему мнению, социальные сети отделяют людей друг от друга. Нет ничего приятнее, чем взаимодействовать глазами, видеть друг друга, касаться друг друга и быть всегда вместе и рядом. Спасибо. Какой у вас аккаунт в Инстаграм? Я подпишусь. Котя. Спасибо. Но только потому, что он не сможет родить ребенка. А оказывается, вот в чем дело. Так. Ну и да, это вполне законченный ответ, мне кажется. Здорово. Да, спасибо. Да, и вроде мужчина превосходит, но тем не менее, понятно почему. Спасибо огромное, спасибо. Давайте. Добрый вечер, уважаемые гости. Добрый вечер, жюри. Знаете, мне всегда нравилась эпоха Древней Руси. Мне нравится время князя Владимира, время крещения Руси. И я всегда чувствую, что, быть может, в прошлой жизни я имела отношение к этой именно эпохе. Наличие большого количества кривичей вас не смущает, а? Знаете, нет. Ну и хорошо. Прекрасная, прекрасная. Спасибо огромное. А вот она, друзья, какая краса, мурманская область. Я считаю, что человек должен заниматься той деятельностью, которая приносит ему максимум позитива. Максимум позитивных эмоций. И совершенно не важно, женщина вы или мужчина. Могу привести пример статной женщины, профессионала в своем деле. Зовут ее Маргарет Тэтчер. Это вице-президент Великобритании. Спасибо за внимание. Спасибо. Наверное, тот факт, что она была премьер-министром, это не суть. Важно. Спасибо огромное. Спасибо. Добрый вечер, дамы и господа. Три места. Мне кажется, что наша страна очень богата красивыми местами, красивыми городами. Первым местом, которое я бы посоветовала посетить туристу, который ни разу не был в нашей стране, это, безусловно, город Екатеринбург, который я представляю на этом конкурсе. У нас в городе проходят границы Европы и Азии, и на этом месте стоит замечательный памятник. Мне кажется, это будет первое достойное место. Второе. Я про себя подумал, что если Екатерина встретит человека, приехавшего в Екатеринбург, его уже не будет интересовать второе и третье место, он просто останется там. Но все-таки интересно. На самом деле есть второе замечательное место. Я считаю, что все со мной согласятся, это Красная площадь в нашей столице, в городе Москве. И не так давно и для себя я открыла замечательное место. Это берег реки Волги. Именно там у нас проходило обучение в течение месяца. Мы там с девочками готовились к конкурсу Miss Russia 2015. Мне кажется, эти три места будут самыми достойными, чтобы каждый человек, не видев нашу страну, смог посетить. Спасибо. Спасибо огромное вам. Это был очень достойный ответ. Спасибо. Для меня примером для подражания всегда являлась, является и будет являться моя мама. Для меня она совершенство. Это человек, который подарил мне жизнь, и я за это ей очень благодарна. Прекрасный ответ. Если бы я была на вашем месте, я бы точно ответила так же. А зная твои отношения с мамой, это так и есть. Спасибо огромное. Спасибо. Это действительно одна из трех самых красивых девушек России. Настя, поздравляем. А я бы хотела попросить конверт с именем первой вице-мисс. Даже я волнуюсь. Друзья, я еще раз повторяю. Никто, кроме членов нашего жюри, не знает, какие фамилии написаны здесь. Итак, барабанная дробь, первая вице-мисс Россия 2015, становится Владислава Евтушенко. Саша, ну я, кажется, знаю, кто выиграет. Друзья, вот честно говоря, я не представляю, что творится внутри у наших финалистов, но на меня тоже переполняют эмоции. Я вижу твое волнение, вижу. Юлия Алипова. Добрый вечер, дорогие друзья. На меня сегодня возложена, пожалуй, самая ответственная и самая торжественная миссия. Мне предстоит объявить самую красивую девушку нашей страны в этом году. Итак, мы ждем конверт с именем победительницы. Итак, мисс Россия 2015 года становится София Никитчук. Спасибо. София Никитчук, мисс Россия 2015 года. София Никитчук, город Екатеринбург. И сейчас вот он, самый волнительный момент. Юлия Алипова передает свою корону новой победительнице этого конкурса. Так, подарки от наших партнеров, от наших спонсоров. Аплодисменты всего зала. Ну что, победительница определена. Я хочу попросить сейчас вспышки фотографов. Телефон. Все, здесь. Это ваша победа, девочки. Наслаждайтесь ей. Вы этого достоинны. Ну что, победительница. Не жалейте аплодисментов для них. Правда. Это момент их триумфа. И, конечно, им очень хочется сейчас слышать вашу поддержку и ваше восхищение. Ваше восхищение. Это было бы то, к err... Б bile subir. Продолжение следует...